мое почтение я александр михельсон и сегодня по сути экспромтом очередной автоблог связи с тем что появилась информация первая официальная о новом поколении рено дастер слишком заслуженная модель на российском рынке чтобы ее проигнорировать пока официально показали фотографии и немного рассказали о автомобиле под брендом дачи то есть рено дачи но в связи с тем что это по сути клоны близнецы-братья только дачи и дастер продается на европейском рынке а рено дастер на российском можно говорить о том как будет выглядеть ну и что из себя представлять российский дастер дизайн автомобиля прямо скажем изменился незначительно очень хочется назвать его очередным глубоким рестайлингом в компании заявляют что перед нами именно новая модель тем не менее пропорции кузова сохранились почти в первозданном виде преемственность поколений что называется на лицо компактный кроссовер по-прежнему обладает крупными развитыми колесными арками которые стали еще больше теперь в них легко помещается колеса на 17 дюймов передняя стойка переместилась вперед на 10 сантиметров что делает автомобиль визуально более обтекаемым и динамичным а также увеличивает салон в передней оптике появилась полоска светодиодных огней в виде пунктирной линии а сзади квадратные фонари очень похожие на таковые у модели джип ренегейт или ренегард нужно признать смотрится такая оптика очень симпатично и даже стильно особенно с учетом скромной стоимости автомобиля ранее анонсировали и появление 7 местной модели но теперь становится понятно что длинного дастера по крайней мере пока не будет представители передачи заявили мы не хотим терять главные преимущества модели компактные размеры и хорошую проходимость еще одна скорее позитивная новость второе поколение дастера построена вновь на той самой легендарной неубиваемой надежной платформе b0 на которой создавался еще первый супер бюджетный тот еще квадратный логан и это в данном случае хорошо здесь уместно очень поговорка от добра добра не ищут официальных изображений салона пока нет хотя в интернете ходят снимки на которых видно что автомобиля новый руль а центральная консоль чуть развернута к водителю как моделях бмв мультимедийная система обзавелась сенсорными клавишами и большим дисплеем который конечно будет устанавливаться на дорогие модификации из технической информации известно что на европейском рынке гамма моторов останется прежней какие изменения в технической начинке ждут российский дастер пока непонятно надеюсь например что появится новый автомат который заменит старый рудиментарный четырехступенчатый агрегат и скажем дизельный двигатель будет сочетаться не только с механической коробкой но и с автоматической правда пока это все мои хотелки и предположения но ждать осталось совсем недолго 12 сентября на автосалоне во франкфурте официально представят новый даче дастер ну и соответственно читай рено дастер так что все технические нюансы прояснятся буквально через неделю а времени появления новой модели на российском рынке официальной информации тоже пока нет но по неофициальным данным второе поколение дастера появится у российских дилеров во второй половине 18 года на данный момент дастер входит в десятку самых продаваемых моделей на нашем рынке базовая цена 639 тысяч рублей с автоматом полным приводом и двухлитровым мотором за автомобиль просят уже девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто рублей будем надеяться что новый дастер подорожает незначительно хотя к сожалению подорожает точно заключение традиционно пара анонсов пара анонсов трех тест-драйв это новый киа рио который уже снят и смонтирован в самое ближайшее время на моем канале и на сайте это новый mitsubishi pajero sport хотя уже не такой новый но с дизельным двигателем тоже досняли тест-драйв на монтаже программа скоро она тоже появится на моем канале и на сайте ну и третий автомобиль тоже новинка и и теперь под брендом рено это новый рено колеус программа тоже снята причем полетали над ним на коптере очень красивые кадры получаются так что вот все эти тест-драйва самое ближайшее время на моем канале и на сайте теперь я традиционно с вами прощаюсь до следующих видео и тоже традиционно желаю вам удачи на дорогах счастливо